20 февраля прокуратура Рязанской области подтвердила, водоканал снизил закупку артезианской воды, которая должна была разбавлять воду из заки водопроводия. Презультатом проведенных проверок прокуратуры советского района города Рязани в взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области установлено, что согласно данных лабораторных исследований, муниципальное предприятие водоканал города Рязани в нарушении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения допускалась к подаче населению города питьевая вода, не соответствующая предъявляемым требованиям в части допустимых значений наличия посторонних запахов. По органолептическим показателям запаху интенсивность составила 3 балла, а характер запаха рыбей при нормативе не более 2 баллов. По другим исследуемым показателям качество питьевой воды соответствовало гигиеническим требованиям. По информации Управления Роспотребнадзора области причинами сложившейся ситуации послужили недостаточно эффективные работы существующей системы очистки воды на Укско-очистной водопроводной станции, а также снижение объема подаваемой артезианской воды в системы водоснабжения. В декабре 2019 года объем подаваемой артезианской воды в систему водоснабжения города от подстанции от поставщика ООО «Чистые воды» составляло 10,5 тысяч кубометров в сутки, а с 18 января уже 2020 года более 3 тысяч кубометров в сутки. Напомню, что для решения проблем рыбной воды водоканал пригласил группу гидрологов. Они изучили Дядьковский затун и акваторию ОКИ. Также помочь разобраться в ситуации должны были эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга. Но, как оказывается, проблему можно было решить проще – просто не снижать подачу артезианской воды. По выявленным нарушениям прокурором Советского района 14 февраля директору водоканала внесено представление об устранении. И управлением Роспотребнадзора также 18 февраля в отношении директора предприятия составлен протокол административного правонарушения по статье 6.5 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Водоканалу выдано предписание, по которому предприятие должно принять все необходимые меры, чтобы качество воды соответствовало гигиеническим требованиям до 20 марта этого года.